Да, в прошлом видео я собирался штурмовать торбу и нисколько, значит, не отказался от своих планов. Так что теперь я буду двигаться, значит, к замку Сейды Шериф. Мне надо, короче, эту торбу штурмовать. Правда, я на сегодняшний момент не представляю, каким образом я собираюсь контролировать всю эту область. Так, пусть будут кавалеристы, охотник за головами, смотритель, мечник, наемный скаут, наемный мечник, пендерский пехотинец, пендерский мечник, наемник, наемный воин, дозорная, стражница и стражница, вековийская охотница, дешерцоплеменник, охотник племени, наемный скаут, наемный всадник. Вот это вот так вот выглядит сейчас мой отряд. Я не знаю, я еще не решил насчет этого самого, насчет, значит, вассалов, потому что, ну, сомнительно, что у меня в ближайшее время хотя бы появятся какие-нибудь, значит, вассалы. Потому что, ну, и будем говорить, инородные, потому что, ну, в общем-то, у меня с ними всеми плохие отношения. Минусовые, поэтому, ну, вряд ли. Скорее всего, они будут все тесниться на каком-нибудь пяточке, даже если я всех захвачу и перебью, и вряд ли кто из них, много из них, явится ко мне, просится вассалов. Это так, я так предполагаю. Пустынный лучник, дешар-воин, дешар-дервиш, дешар-мечник. О, центурион теневого легиона. Я зря его, короче, не это самое. Ну, здесь есть хранитель грифона, но я здесь оставлю пендерских кавалеристов, центурионов, вот этих всех оставлю здесь. А наберу опять эту армию, нет, центурионов, морскую пехоту я заберу, конечно, я их специально для этого и брал, чтобы... Молотые и ударники, шерифы. Ну, сейчас я, наверное, безболезненно для отряда смогу, ну, каково? Ну, Цару-Лису, Боадис, Донована, не знаю, ну, вот, Боадис, скорее всего, больше всего годится таким вещам, как... Так, бронированный дешар-копейщик, где-то тут были у меня эти имперские бронированные арбалетчики, фельсвенские стрелки, соленский лучник вот пойдет, фельсвенский лучник, дешар-мечник. Ну, не знаю, мечник, дешар-воин, Эпендерский мастер-меча, Дервиши, ну, не знаю, Дервиши, наверное, надо взять этих, каких, морских пехотинцев, всех этих. Так, ну, Дервиши возьму, пустынных лучников возьму, Копейщика-ветеранов тоже возьму, 516, ну, тут можно взять еще охотников племени, все. Я набрал людей, уйти, и буду двигаться, значит, к торбе. Ну, не знаю, нужны ли мне они, может, не знаю, каким вообще-то... Бьерн Шустрый, присоединился к империи, я стал легатом, Бьерн Шустрым. Так, здесь 428 человек, дешар-дервиши, налетчики пыли, отряд, и, значит, мы вверх поднимем бронированных пехотинцев имперских, мечников туда поднимем, ну, морские пехотинцы, пусть будут, не знаю, ферсфенские, стрелки, сюда поднимем Дервиши, вот так, посмотрим. Нападаем на торбу, ну, не знаю я, осадить город, лестницы для атаки стен, приступить, не знаю я, кого мне надо, это самое, может, нужны, может, не нужны, не эти самые, так, начать штурм, ну, я думаю, что в ближайшее время решу насчет вассалов. Так, все, пехота, атаковать, конница, атаковать, все, о, я не взял лук, ну, ладно, что ж теперь уже, ну, там, наездники ветра, я, по-моему, с этой атаки я тоже не возьму, потому что эти наездники ветра сейчас начнут убивать всех подряд, и так само, как эти самые, ну, не думаю, что в третьей атаки вполне возможно, я их возьму, я не понял, а если у меня, говера, они у меня, это самое, я их не перевел, в лучники, или шоу, в отличные стрелки, разве не перевел, а не, они, вот они стоят, это они из лука убивают, а я уже перепугался, что они там, мечами мошут, ну, не знаю, ну, может быть, Буадис уже можно было, ну, хочется едать что-нибудь, такое, какой-нибудь, я не думаю, что есть смысл давать, как его, вассалу, в разных местах, своего этого самого, наделы, потому что, ну, он просто будет метаться туда-сюда, и не сможет контролировать, территорию, которая у кого их наделала, собственно говоря, здесь в этом все и заключается, чтобы контролировать, наделы, контролировать территорию, потому что, ну, здесь же эти армии, спаунятся всякие, отряды, вот эти вот, всяких этих, демонов, для этого, ну, должен контролировать территорию, а может и не надо этого делать, так, подожди пока заспавнится моё подкрепление и тогда наверное стрелков тоже пошлём в атаку послать одних стрелков в атаку это значит их просто убить я мог бы например допустим если бы захватить торгу и отдать её например буадис но не знаю ага ну вот пехота и конница пошла в атаку и значит мы и лучников вот атаковать и отличных стрелков тоже атаковать все лучники которых есть стрелы будут так вот стрелять а все остальные пойдут в атаку подумаешь потеряем каких нибудь дешармечников дешар соплеменников не особо интересно наездников пыли там всяких у меня нет наездников пыли это наездники пыли те что обороняются вот обе ну да наездники пыли ну в общем я сейчас могу взять и второй отряд набрать из каких нибудь этих самых пендерских местников и всех остальных а там у меня ещё есть эти они я забрал всех в принципе я говорю что я могу сейчас перестроиться еще раз осадить бит их опустить вниз со всех остальных бросить на стену в принципе можно так сделать это наверно будет правильно ну сейчас посмотрим что останется как пойдет дело тогда может быть у меня ещё есть эти как их морские пехотинцы этого ордена совершенно бестолковые которые будут только жрать в день и все тоже можно обучить их на стены и посмотрим в общем-то говоря у меня ух ты вот это я вот зря сделал в общем-то у меня в отряде воинов больше чем в гарнизоне так что в принципе я могу и на пойти на размен да ну ты шо так нельзя пристрелялись собаки это конечно смешно вот это вот значите два выстрела из этого самого из арбалета или из лука из чего и щит уже покоцанный еще три выстрела и он развалится это смешно конечно таких щитов бы никто с собой из этой из бумажной из фанеры никто бы с собой не брал да и в общем то не было таких материалов чтобы такие щиты делать собственно говоря которые разваливались и разбивались после пяти ударов ну мы опять убили еще сто человек и конечно я думаю что мы сейчас выйдем и еще раз осадим их потому что у нас народу хватает можно за один раз организовать два приступа боятся на мне в общем то никто нам спину не ударит пока мы это самое так что тут мечники дешар мечники у них пошли воины смотрю уже наездников пыли вроде и нету так что я говорю что мы можем вполне можем даже себе организовать еще один еще одно нападение не одна из них были так наверное остатки наездников пыли там было около 40 человек воин мечник вот пендерский мастер меча пендерский мастер меча так еще ничего себе надо наверное да не надо посмотреть сначала я так и не гляну из чего делаются хранители ударники у меня делаются из воителей из пендерских поэтому мастера меча мне не нужно мне хватит воителей не надо умолчим умолчим а и и и и и Да, не знаю, пока не спаунятся новые враги. Пустынные лучники, пехотинец, морской пехотинец, теневого легиона, абсолютно бесполезный, все эти пикинеры, вот эти копейщики, без одноручного оружия, они абсолютно, абсолютно, ну вот эти что еще у кого есть, вот эти типа глефы, еще такие-сякие, остальные все вот это тыкает он этой пикой, ну и все, мимо этой пики проскочил, и он уже ничего не может сделать, как дети, абсолютно без это самое, бесполезный, вот не вижу, что пехотинец, теневого легиона, кого-нибудь убил или ранил, только этих пехотинцев, теневого легиона убивают, надо последить за этим вопросом, их просто, просто их в это самое уволить и все, не нужны они, а может и весь этот, как его, рыцарский орден тоже, правда там они такие, мощненькие эти, значит, ну все, все, да, да, все, уходим, да, продолжить, снять осаду, и что у нас тут получается, у них 308 человек, 7 наездных ковпелей, местники, воины, а что мы имеем, мы тут, дешар, пустынные лучники, копейщики ветераны, мечники у нас есть, и дешар дервиши у нас есть, стрелки тут, не знаю, дешар дервиш, рейдеры нам не нужны, мечники, бронированные раболитчики, раболитчиков нету практически, мастера меча, пустынные лучники, копейщики, регион, готово, и сколько тут у меня в отряде живых людей осталось, 492, да потерял не мало ли, ну так попробуем еще раз осадить город, и приготовить лестницы для штурма стен, милик урубан из Ашкаман, прислал вас срочно, да, сейчас приедем, жди, милик урубан, обязательно приедем, так, начать штурм, продолжить, защитники делают вылазку для контратаки, давайте все в атаку, ты, да ты посмотри, меня сейчас кто-то убьет, совсем, чем они там или кидаются, я ли шу, я даже не заметил, кто их дейкал, где шар-воины, где шар-мечники, а, ну, птички, ну, мы их победили, с ихней вылазкой, ради бога, пусть почаще вылазки делают, все, продолжить, они потеряли 31 убитых, мы, 6 убитых, 12 раненых, продолжить, начать штурм, все, я закрываю щитом, и буду тут бегать, вы, ребятки, давайте все идите сразу вперед, будет у вас стрелять, не стрелять, м-да, может даже не одну атаку придется провести, посмотрим, на что готовы эти, годятся эти легионеры, потому что для, допустим, для полевых, ну, в боях в поле они не годятся, мне не нравятся они, я их для этого использовать не буду, если они не годятся вообще никак для штурмов, то, значит, пока шут дышары, они себя хорошо идти, дервиши, мечники, они себя нормально проявляют, их можно использовать на штурмах, поле, конечно, против конницы они не попрут, ну, в общем, я так понимаю, это так и будет такой, размена один на один, пока мы не выбьем большую часть гарнизона, ничего не получится взять, ну, в общем-то, а что тут можно ожидать, войска примерно равные, даже не то, что там какие-то дышары дервиши, а против них какие-нибудь, я не знаю, там, рыцари или кто-нибудь еще, понятно, что тут, дервиш на дервиши, что-то я не вижу пока этих, легионеров этих, морской пехоте этого легиона, но пока что я смотрю, наши дервиши, ихние дервиши, наших дервиши убивают аж имечников, аж пыль столбом, да, 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 у нас уже почти 50 потерь, а у них только 26, ну, что-то эти дервиши не очень наши, ихними получше дервиши выглядят, непонятно, чем их дервиши лучше, ну, посмотрим сейчас, заспоунятся эти легионеры, это может быть, в общем, мне этих дервиши не жалко, а не грамм, может, надо было еще нанять какую-то армию еще этих, как их называют, да, в общем-то, что ж нанимать армию, когда у самого вот таких вот олухов, я не знаю, кучи, лучше уж, наверное, своих олухов сбарить, меньше платить, а тогда уже, если что, нанять армию, если понадобится, а так, в общем, мы проигруем только, что это, этот забег и серьезно проигруем, о, москвой пехотинец региона убил, москвой пехотинец синего региона убил до шармешников, да, еще убил москвой пехотинец синего региона, москву пехотинца глушили, интересно, чем он там своей этой, он пикает-пикает или кулаком их бьет нам по голове, этот москвой пехотинец, где геонок, ну, пока все не слышно, один был, он говорит, что он там сейчас посмелит, а, вон у них, какие я говорю, что-нибудь, тыковки такие, ну, посмотрим, что там, может быть, какие-то, они по одному спавнятся, ну, на следующий, на следующий осад уже будет спавниться не по одному, ну, пока что я же говорю, мы конкретно, у нас уже 90 человек убитые и раненые, у них 46, даже по убитым, у нас убитых 55, а у них только 46, по убитым снижения, по убитым снижениям. Сколько я хочу, из этого рушили все, наверное, это он упал в незоловой и в землю, воткнулся головой в землю но у них есть даже чем-то кидаться не у всех правда но есть интересно те шутки дачи чем они бьются кидаются а ну да это же самый глубокая ковырелка в общем мы конкретно уменьшили свою армию этих дыша русских дурачков которую я не знаю а в общем весьма весьма неудачно этот самый весьма ну все я так понял что мы их больше спауниться не будут поэтому мы сейчас будем выходить из боя весьма неудачно всего 61 человек убит и все да все уходим убито у меня 72 ранено 60 у них убито 61 все что тут говорить так снять осаду и посмотрим что тут осталось турбе 216 человек у них в общем то наездники ветра наездники пыли все то же самое только ну в меньшем количестве дервиши ага вот у меня только так тут у нас пойдут дервиши опять пойдут в бой стрелки и пустынные лучники легионеры копейщики племени в принципе добьем это войско да и все так приступить продолжить нет отклонить мне все равно как там с тем лордом форсайдом начать штурм продолжить они делают вылазку давайте-ка давайте все в атаку копейщики все эти киневые ну сейчас нас еще и побьют ну пендерский мастер мяча там убивает кого то может некоторые котинцы кого то убивают так кто это у меня там стрелять не помню чешок во стенке стоит ну блин пендерский мастер мяча еще и не так это самое молодец парень ну не знаю посмотрим может мы еще и пендерских мастеров мяча ну посмотрим на этот раз пока что у морских пехотинцев эти наездники ветра валят аж пыль столбом да все так тап и продолжим значит у нас убито 18 ранних убито 31 наездники ветра трое то все мечники так продолжить начать штурм все все в атаку посмотрим да тут короче так не проходит это дело надо лук так охотники племени покажу посмотрю пустынные лучники вот мастер мяча глушен но не убит он был один он уже себя проявил с хорошей стороны но не знаю может надо мастеров мяча себе поделать немножко такая штурмовая пехота пока что он себя проявил очень хорошо мастер мяча поле он конечно бестолковый будет как вот эти вот значит морские пехотинцы ну поле они наверно себе показали бы так себе еще как никак а здесь на осадах нет покажу покажу этих дервишей убивают как снопу моих дервишей их не дервиша в общем не это ребята не грома не жалко поэтому что она жива решет такое покажу покажу ну по 5 мы лидируем по значит по потерям да понятно что такая армия с длинными этими как его с древковым длинным оружием не может на стенах особо так это самое я говорю это ошибка что копейщики всевозможные не получили одноручного оружия хотя бы одноручное оружие они должны будут получить это ошибка ну вообще то я не знаю насколько это ошибка потому что вполне возможно это имеет подшел бы какую нибудь основу это такие действия можно какой-то расчет это известно только изготовителю этого мода ну я это мое мнение что эта ошибка на самом деле кто узнает что это это что это Продолжение следует... 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 ничуть никак еще не прорубятся пендерские мечники может сейчас помогут потому что это все остальное это бесполезно арбалетики еще куда не шло имперские бронированные мечники дешаровские а вот это все дервиши петелут вот у них появились эти ребята с длинными палками то есть такие бестолковые как морские пехотинцы теневого легиона и все и пошла зара да надо использовать пендерских дешаровский это ерунда бесполезный абсолютно абсолютно бесполезно если будут у меня вассалы я буду давать дешаровские замки вот эти вот будут усилены этими грифонами конечно грифонов далеко не всем буду давать потому что только тем что я буду уверен что они уже меня не это сам они придут а кто тут таких нет таких вассалов не будет даже своих спутников не сделать таких вассалов что я живу тут абсолютно не отрегулированная помню помню я играл тут абсолютно не отрегулированные взаимоотношения вообще-то практически очень мало возможности исправить свои отношения с каким-нибудь вассалом а этот раз мы возьмем этот город тут уже осталось 13-15 человек спауниться 130 или 113 человек их было и сейчас мы перебьем их захватим тур на все мы победили с четвертого раза да так ну и что мы тут имеем мы тут имеем копейщик ветеран мечник пустынный лучник дервиш он дервиш и дервиш и рейдеры возьмем дервиш и рейдер так тут крал стражи есть кром стражи есть королевские стрелки у вековийские коники вековийские рыцари вор так бандит ну да бандита возьмем крестьянина возьмем сквайра ступник поклонники миньоны налетчики лесные разбойники и пилигрим пилигримов тоже оставим не будем брать готово будем управлять инвентарем маршрут управлять у нас еды осталось одни пищевые бозы и мешок пшеницы все отличная глефа дешар возьмем южная глефа может дадим кому-то из своих отличную уйти так дешар мечник меня спрашивает я хочу для ставите себе турбу себе я хочу отложить назначение лорда пока не выслушаю советы поданы как же пожелать ему вы можете решить это позже до размещаю гарнизоны и здесь отдаю всех этих значит охотников копейщик копейщик ветеран сквайр крестьянин бандит вор вековийские вековийский вековийский крома дам крал отдам копейщиков отдам охотник племени копейщик копейщик ветеран мечник он пустынный лучник дервиш значит отдаю копейщиков дешар пустынных лучников отдаю дешар копейщиков ветеранов дешар охотников племени дешар воинов дешар мечников он тут есть скорпион ассасин интересно что это скорпион ассасин так эти ассасин и конные тут конницы вон она ношу то значит мы оставляем здесь всех дешаровский потому что у них дух ниже среднего соплеменников тоже дервиш и рейдеров тоже так все готово на торговую площадь разные товары можем все что позволить из разных товаров вот это мы все продадим южную лифу тоже продадим от колбаски возьмем все это так назад назад и значить таверну зайдем посмотрим что у нас тут таверни делается здесь кто у нас стоит дрожьевый завута задал дрожьевый завут я иди сюда все разместить гарнизон все тут гарнизон уйти 400 человек турбе отряд вещи нас за турбо торговую площадь роется ружья а что здесь у нас необычная беновая сабля скорость 112 длина 105 одноручная удар 44 укол восемь тысяч у меня сейчас нету восемь тысяч ну в смысле свободных таких 8000 более-менее свободных чтоб я мог купить вообще-то сабля неплохая я бы кому-нибудь из своих дал бы ее ну едем в шаги шахид где ставим там бесполезно пехоту всю эту ерунду так разместить гарнизон и здесь мы будем оставлять имперских бронированных вот у дервиша целой куча у меня еще фельсвейнские стрелки вот а тут меня так этих всех я пока оставлю ворюга вот этот останется здесь не наверно забрать надо скоро крестьянин бандиты не этих всех я заберу хранители пендерские кавалеристы центурион и вековийские охотники стражница смотритель вот это всех я это забираю здесь оставлю только наемные скауты молотов ударников все это заберу конечно шерифы наемные всадники рыцари грифона остальных пока вот это оставлю их немного конечно но я так думаю что сейчас войду в зал и посмотрю набирает он или нет нанимать рекрутов военную комнату подготовить так спасибо это все уйти ну а теперь посмотрим тут так 100 250 человек этого пока достаточно я так думаю теперь посмотрим в общем пока что еще компактно но в общем когда я захвачу если вот эту часть значит вот этот замок крепость мукодас пани и на алтар то это будет уже конечно очень тяжело контролировать все это уже не говоря о том что если перевалить из этот горный хребет и здесь вентхольмут это все захватывать это вообще уже тогда будет очень трудно контролировать поэтому я пока что раздумываю над тем кого бы мне ну сейчас я посмотрю например буадис буадис поговорить с тобой у твоих навыков буадис и вот у нее лидерство шестерка ну в общем он так неплохо выглядит это буадис тренер поиск пути в ней там такой всякую есть наблюдатель перевязка хирургия ну не знаю может быть и сделать эту буадис этим как его называют дать например этот замок шадишахид почему нет мне бы не хотел бы давать ему в разных концах шадишахид вот это вот или например крепость улдар давать им надо такие крепости которых у них могут отобрать шадишахид вряд ли кто ну ладно не знаю что мне делать как мне быть я подумаю я подумаю над этим и посмотрю возможно я эту буадис сделаю своим вассалом ну сара лиса поговорить с ней о о твоих навыках сара лиса ну тут вообще не о чем говорить с этой сара лису и она будет пока что тренироваться донован поговорить о твоих навыках донован тоже не о чем говорить не о чем вообще это не о чем сыр рейн поговорить о твоих навыках ну сыр рейн тридцатый уровень ну в общем то тоже ничего ничего ну кто у нас есть еще диво дансен и дис мы поговорим с и дизом о твоих навыках у нет сразу нет и диво дансен поговорить о твоих навыках нет 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 понятно что вы если к веру и одонжу и значить я не отдам уже всю ну если еще не знаю ну ка поговорю слышно о твоих навыках перевязка хирургия первая помощь грабитель не 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 эту я не отдам значит у меня на сегодняшний день один только этот самый это буадис 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 и поговорим с ней о твоем снаряжении буадис пятьдесят шесть восемь два тридцать четыре семерка сингалейская сабля копьёвый бронированный гунтер дэшар ну в общем неплохо норовистый пятьдесят четыре здесь сорок скоро сорок три манер нас тридцать восемь можно было бы дать что-нибудь и потяжелее ей отдать своего льва не жалко так своего льва конечно я не помню смогу ли и поменять уже вот это все хоть что-нибудь или уже не смогу ее это как его называют имущество но ей могу дать например сейчас какую-нибудь деревню типа секс-пазар ну-ка сейчас посмотрим из команд информация да секс-пазар адалкен пундармарда да да очень трудно выбрать и я значит посмотрю попробую не знаю но мне бы не хотелось конечно ей давать где-нибудь в этой области я бы больше склонен был бы дать бы ей что-нибудь типа виндхольм а ну когда этот виндхольм получу непонятно если вообще получу он получу конечно когда-то или смогу я ли допустим обменять этот на виндхольм если такая функция я не помню честно говоря не помню поэтому не знаю я буду думать подумаю и решу будет ли у меня буадис этим самым вассалом да но это будет все уже в следующем видео скорее всего а пока все сюда все